всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала легка сразу решил начать самого главного чуть-чуть можно настя спрашивают чуть-чуть капельку капелюльку так сегодня у нас рис с овощами и говяжий котлет эти тефтельки простите бурый рис со стручковой фасолью с морковкой с луком с чесночком соевого соуса чуть-чуть и тефтельки у нас с рисом тефтельки вообще просто но чуть-чуть можно немножечко можно короче до свидания ковкорда кетчуп мой там уже холодно вот это я выставлю даже до конца школа мы купим машину эквазон И мы с собой бабушку на Хрустальное озеро возьмем. Уж тогда если зимой, то ехать не на Хрустальное озеро, а на Холдоме. Или на этих игрушках кататься? Не боишься? Нет. Помнишь, мы с тобой вдвоем катались? А там их не поменяли? Угу. До свидания. А помнишь, как мы на снегоходе забирались на сопку высоко, Я помню, потом камуши там ложили, сфотались, желание загадывали в уме, которое не сбилось. Ты хотела взять пони? Барби. Барби. Так это так в Барби превращаешься потихоньку. Берите огурчики. У меня уже одни села. Твое желание сбудется, но не сразу, с годами. Ммм. Чего? Честно как. Ты мне коклетку давали одну. С рисом. Паша, ты кусай вот так. Ты мне тоже коклетку с рисом давали. Нет, мне так не вкусно пись кетчупа. Маленькую такую, ну не риса, а такие, как рожки, пальчиком. Ммм. Ну какой кетчуп вкусный. Котлетка была объединенская, я бы сто их таких съел, сто. Что-то тоже товарищ. Ты бы смогла сто-то съесть. Я чуть не уверен. А тут две всего. Даша, ну они нормальные, тебя хватит. А больше нету? Нету. Папа. Ммм. Ты хоть пела, попала вот этот, а мама уже второе испекла. Да, да. Мама, она что-то зарядила тут пирогами. А я обидел. Ну что-то надо снять, кстати, хоть один, а то я когда с работы приезжаю, там уже от пирога почти ничего не остается. Ага, уже половины нет. Там больше, чем половины нету. Павел, там мы дальше все съедим. А, ты застряла! Что? Косой! Даша, на листочке салата налегайте. Я только что один съела. Паша, ну ты, кстати, ел листик салата, на вот этот маленький съешь. Покажи, как ты можешь. Ну ты ему даешь. Ты забыл, как ты его кушал? А вот такой? Смотри, Даша, он пачками съедает. Ты видал, что она на брусьях вытворяет? Чего? Паша? Нет. Что я вытворяю? Где? На брусьях. Папа, ты смесил, покажи. Кушай давай. Ты видишь, как я там на «Газпроме» кувыркаюся? Кувырки. Так это все листья салата и огурчики? Угу. А Паша, я не хочу так научиться? Да. Не хочешь кувырки сам, без бабушки научиться. Ну, листочки салата не будешь кушать? Папа, там что в коробке, что и роллы стали езжать вам? Весь коробка? Нет, это она, коробка, чтобы самим делать роллы. Да, там приспособы лежат для того, чтобы роллы делать самим, дома, домашние роллы. А чего ты их не делаешь? Ну, куда делать-то, а? А вот там. Да еще один китч, но вообще уже закончился. А зачем? Вот еще один китч пише. Да, мы еще один китч. Он хотел, вот я сейчас без китчу поем. Обалденно. Ага. Половина у тебя была. Половина у тебя очень-очень вкусная. Я видел, у тебя была половина тарелки. А у тебя сейчас, ты сейчас много китчу поешь. Я люблю, как ты пачку на варю себе. Да, ладно, сочинял. Не на варю, а положил чуть-чуть. На варю. Масочка маленькая. Даша, хочешь попробовать этот салатик? А я сегодня не его пробовал. Ешь давай. Не балбишься. Нет. Хочу кушать. Вкусно, там? Вкусные тевтельки. Паша, если не будешь, мороженое не кутишь. Здесь мама ее не съела. А вы сегодня не ели мороженое? Нет. Вкусные тевтельки. А что, рис не вкусный? Рис вкусный. Я ее сужу, это почти дает. Одни тевтельки прикушаются у нас. Паша, а рис что не ешь? Рис-то вкусный. Одни тевтельки ем. Ну, правильно. А тевтельки с рисом? Так и надо. Зачем что-то есть, Малин? Ммм, мы ничего не хотим, потому что у нас вообще закончилось. Нет. Нет. Вилку уберем. Рис ешь? Эй! Нет. Да, ну котлету есть. А давай ничего не получишь. А какой тебе тогда кетчуп после этого? Несветный наглез какой. Ладно. А дай ему. А дай ему. Вот ему маленький, держи. Вот эту можно дать. Ну-ка. О, твоя любимая. Сейчас я сразу скажу. Это хочешь сразу сказать. Все вкусно. Салат вообще супер. Обожаю салатики вот эти. Это жесть. Паша, кушай в зелень? Ммм. Огурчики съел. Ну, правильно. Смотри, мам, а ты все, я половину съела, если салат не салат. Молодец. Апочка, отец, я не съел. Держи. Вероня. Папа. А. Смотри. Молодец. Попробуй эту, фасоль спаржевую. Она же вкусная. Даже не ест фасоль, да, смотрю? Ну, правильно, зачем? Он же капризничает. Все, ему спать надо. Он же я тебя наушку возьму. Он поел, смотри, не тряси его. Кетчупы мне не дают, я уже по тебе отдалю. Капету съем вообще. Он сейчас упал, и опять отрыгнет на камеру. Ничего не отрыгнет. Потому что она его за желудок берет, тогда ты точно так чего он его держал. Ничего не сочиняете. Что такое, что такое, что такое? Е. Е мясо с фасоль, так вот чуть-чуть. По-маленькой. Папа сегодня гладенький, побритый. Нужно папу за щечку потрогать. Не шершавую. Даша, все съедобно кушаем. Ты куда собрался, а? На кетчуп. Даша, ну хорош мне тут складировать. Даша молодец, кушает хорошо. Ты молодец, Дашенька. Да, пока, да. Даша кушает все на полу. Даша, знаешь, почему у тебя валится? Вот так вот кто-то хоть видел, чтобы кто-то в семье у нас ел вот так? Что за манера поедания вот эта вот твоя? Зачем ты так делаешь? Посмотри. Вот это вот. Зачем ты так ешь? Тебе, да, как-то наест? Как берешь? Ну, так удобнее, наверное. Зачем ты так делаешь? Может, тебе ложку дать? Ну, наверное, ложка так постоянно есть. Вот это уже, кстати, у меня давно уже. Никакого перчика. Так, хватит вилкой тут махать, а? Может, я вот так вот делаю, мам? А ты не делай так. Вот ты вот так делай, вот от себя. От себя еду. Не на себя, а от себя. Вот так раз и взяла. Попробуй это сделать. Не знаю, как-то вот так в бок ее. Как-то у тебя так получается. Мама, ну, молодец, молодец. Ужин, обалденный. Ну, девочка. Ну, что? Вот поэтому я кетчупы не даю. Потому что раздал, надо второй. Надо третий. И все подсели. Хорошо подсели. Даже твоя просьба невыполнима. Так сели, что аж подсели. Сели, подсели. А это отравленный кетчуп или нормальный? Нормально. Ну, дай им чуть-чуть покажем. На, сама дай. Давай. Мне неудобно. У нас одна. Я спорю бы что-то с кетчупом вот так любите. Никогда не ела не с кетчупом еду. Ой, да ладно. Вот сейчас вот. А вот сюда. Вот сейчас я. И еще, а мне. Соби. О-о-о. Мне мама побольше дала. Кетчуп этот, фу. Гадость какая. А ты там побольше дала. Это же отрава вообще. Почему говорят? Майонез и кетчупы есть нельзя. Не просто ж так это говорят. А можно просто. И даже чуть-чуть нельзя. Вообще нисколько нельзя. Живем один из жизней. Вот чуть-чуть попробовали. Мам, это все. Я одна съела на салатах. Ну, я тут один листочек. Молодец. Тоже снял. Бабушка сегодня к нам в гости зашла. Шерский сусоник прилетел к нам. Ой, кто-то. Звонит, еще и сбрасывает. Да, звончик. Кстати, вот опять вот этот номер. 929. Да. Звонит и сбрасывает. До свидания. Интересно. Это звонит. Он был 926 вроде. Ну, сейчас 29. Это местный. Это типа любовница. Наверное. Дорогой, я сомогилась. Он может звонить. Типа шифровка. Я тоже почти по 11. Этот же номер посмотрю. Нет. Другой? Другой, это у меня. Ну, ответь. Ну, ты... А, Паха. Понятно. Это сейчас долгая история. У нас у него 2 семечные, он случайно тебе с первого позвонил. Паха. Ну, возможно, я не знаю. Это ты и Паша? Паха. Там написано Паха. Папа, ты звонишь. Папа, ты так быстро все съел все там. Папа, Паша. Я же сразу начинаю. Работаем. Да. Наелся? Наелся? Да. Да. Вкуснотища. Даша, жирец вкусный. Ай, лавлю, 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 лавлю. Рис полезный, бурый. Я чуть-чуть не проболела, но аппетит он у меня есть. Это хороший знак, Даша, хочу тебе сказать. На следующий аппетит. Я наелся. Значит, ты не так уж и болеешь. Она чуть-чуть, мне кажется, особо не болеет. Ну, чтоб пить. Слышь, перейти чуть-чуть, ничего страшного. Наелся? Ну, хорошо. Папа. Чего-чего? А-а-а, водички тебе надо. А что ты шепчешь, кстати? Хорошо. Очень шепт. Потому что Наша хотела сказать, а дай мне, пожалуйста, телефон. Нет. Нет, свой телефон я никому не даю. Нет, это именно маме. Ого, Настя, посмотри. У нас с тобой друзья. Она съела тарелку риса. Молодец, Даша. И две кептели. Даша, действительно, проголода. Если честно, я даже не ожидал, что она сможет столько съесться, а? Я бы котлетки в кептели сошел. Она же ест у нас как мужчина. Так она, как вы видали, что она там вытворяет на детской площадке, на брусьях, на кольцах. Там такие пируэты. Энергии много тратит, а ей нужно это все как-то компенсировать. Там просто я аж удивляюсь порой, как она откуда это все берет. Папа, хочешь доесть? Нет, я хочу доесть. Я уже налопался. Не, хватит. Это хорошего помаленьку. Что такое? Это он сам закинул вообще-то. Это ему неудобно было. Но все-таки тефтельки очень вкусные получились. Все вкусные. Обалденные. Мама молодец, старалась. Еще и пирог. Вот надо же эти пирог снять. А давайте я вам покажу, можешь показать? Ну, хоть покажи. Половинку осталось вот здесь, давайте я вам покажу. Уже второй пирог подряд готовят, а снять не можем, потому что все съедают. Семен такой обязательно, чай пить и сделаем. Вот смотрите, какой, не знаю, будет видно. Постный пирог. Он получается без яиц, без всего. Здесь мука. А ты случайно не снимала, как ты его делаешь? Нет, мука, масло растительное у меня. Немножечко. Там водичка, сахар чуть-чуть, это в тесто. Соль. Ну, с водой смешивается. Смотри, он пытается с одной ручки переложить в другую. А ягоды какие есть у вас? У меня здесь клюква, брусника, клубника. Клубника, это он точно. С сахаром вот так чуть-чуть перемешиваешь, на тесто выкладываешь, бортики делаешь из теста. Держи, держи, держи. А сверху остается чуть-чуть теста, оставить и посыпать сверху. Где как декор для украшения. Быстро делается вообще. То, что мне не надо, по пустам, что Леша капризничать часто, вообще никогда. Ну, салат, ужин приготовила, капец. Махачка. 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 Умничка. Да, у нас тут Леша наконец-то начал делать кое-какие дела. Маш, волноваться начали. Сколько? Три или четыре дня он? Пять. Пять дней не ходил по делам особо важным. Ничего не беспокоило. Вел себя спокойно, животик мягкий, но не делал дела. Ну, вот вчера вот сделал, а сегодня сделал. Прорвало, короче, трубу там у него. Все хорошо. Ну, ребёнок чувствует себя спокойно, значит, нормально. Значит, молоко подходит, усваивается. Да? Что такое? Что случилось? Ну-ка, что за истерика тут? Ну, так, лови. Иди. Ну-ка, иди ко мне. Мне кажется, у него зубы. Зубки лезут? У него же снизу там была точечка. Да, надо проверить, кстати, этой ложечкой просто чайка. Мне кажется, у него... Скоро, скоро появится первый зубик у нас. Уже слюни вообще рьются. Слюни, да, рекой у нас. Ой, ладно, короче. Дай задвинься, я выйду. Все, дорогие друзья, всем пока-пока. Пока! Все. Мы удаляемся. Дальше сдаем быстренько, и все. Ну, как-то так вот у нас и происходит. Все, быстро-быстро. Вешеный ритм жизни. Маленькие детки-то вообще. Маленькие детки. Ну, это книг вот постоянно, что-то им надо. Этот хныкающий период уже скорее бы закончился. Ябкающий вечно. Нам уже полегче будет гораздо. Ну, вообще, ручной период бы уже закончился. Поменьше на руках, так сказать. Вообще, красота. Эльбуро-рис, в общем, я люблю. Я его больше люблю, чем белый рис. Они полезные, они очищены. Ну, варится чуть подольше. Ну, ладно, что там. Ну, сколько он там подольше? Несколько минут. Минут сорок варится. Мне пофигу. Зато пользы больше. От этого белого... Нифига не отходи. Все. Я наелась. Офигенно. Обожаю стручковую фасоль. После времени я ее подозрила. Очень вкусно. Полезно. Ну, что-то, реки, друзья. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ну, ставьте дизлайки, конечно же. Наш любимый хейтер. Как же без дизлайков. Ну, и до скорой встречи. Еще увидимся. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok